Так же, как прекрасному алому цветку, распустившемуся на верхушке кактуса, не дождаться желтопузой пчелы, ибо нет пчел в этой гребанной пустыне, нашим воинам, которые сгоряча после литры саке, решили, что они мастера, не дождаться сладостного вкуса победы. Привет, уничтожающие моллюсков-кошалоты! Вы на канале Муайтай Сикея Яфедорович покажу вам битвы, от которых плакало небо и смеялись дождевые червячки, а сам Рейден с Шаоканом кусали локти, ибо ни тех бойцов они вызвали на Мортал Комбат. В этом бою мастер Вин Чун в устрашающем черном кимоно, как у великих ниндзь, которые могли убить одним взглядом, решил покорить вершины ММА и вышел на профессиональный бой в клетке. За что ему уже нужно отдать должное? Ведь мы-то знаем, что настоящие мастера не участвуют в соревнованиях и спаррингах, так как их техника смертельного кунг-фу настолько опасна, что они боятся покалечить или даже убить своего противника. Но загадочные сплетения вереницы судьбы подсунули мастеру Вин Чун в соперники представителя боевого самбо, который оказался бойцом очень хорошего уровня и подверг мастера испытаниям, которые ему еще не приходилось одолевать даже на деревянном манекене. Поначалу боец Вин Чун очень неплохо боксировал и даже попадал парочкой лоу-киков, но даже борзый конь в старости не лучше клячи, а дерзкий боец, не имеющий физухи, не лучше новичка. Как шмель, уничтожающий пчелу ради лучшего цветка ромашки, наш самбист начал полностью доминировать в бою и перебивать мастера, периодически втыкая его суплексами в пол. Боец Вин Чун в очередной раз убедился, что даже превосходное превосходится, когда самбист с разворота садил ему ногой в печень. Одинокий светлячок, летящий в черной ночи, всегда смотрит на звезды и знает, что светит он не один. А одинокий мастер, вышедший в ринг, также знает, что силачи звездного неба всегда с ним. Мастер Вин Чун в черных штанах решил доказать всему Китаю, что его школа лучшая из лучших. А корейское тэквон-дуо со своими ногами ничего не сможет противопоставить скорости его молниеносных рук, так же как длинная кобра не может одолеть молниеносного мангуста. Но что-то тут было не так. Все попытки мастера приблизиться и пробить свою серию с 20 ударов руками, почему-то не увенчались успехом. А на тренировке с учениками, которые стоят, все получалось. А задаченный венчуновец никак не мог понять, почему его останавливает нога в живот и даже дает сбоку по уху. Неужели тэквондис настолько крут? Конечно, в 18 лет и черт хорош, но мастер тоже не стар годами, а духом вообще подросток. И тут к мастеру Вен Чун снизошло сатори, и он понял, что для победы нужно использовать тактику бегущего быка, сминающего алые лепестки прекрасных цветов на лугу, и пошел в атаку. Правда, он не учел, что тэквондист тоже не лыком шит и использует тактику убегающей стрекозы бьющей крылом. Дерущиеся воробьи не боятся человека, а наши бойцы не боятся смерти. В одной из атак мастер не уследил за руками тэквондиста и пропустил правый прямой, от которого поменял свои взгляды на жизнь, капу и шлем. В общем, с каждой секундой бой все больше переходил в бесконтакт, так как уставшей пчеле не нужен даже мед, поэтому судья объявил ничью. Блеск золота ярче света Будды, подумал мастер кунг-фу и вышел на бой против представительно полноконтактного карате, который своей техникой очень близок к ММА. Синяя футболка мастера сразу выдавала в нем серьезного бойца, так как у него на всю спину красовался иероглиф тайной школы, который к тому же давал плюс 20 к силе ловкости и выносливости. Пчела не ждет, пока придет зима, чтобы лететь к прекрасному цветку, а наш каратэк и ММАшник решил не ждать, пока мастер кунг-фу соединится с вселенской энергией и сразу бросился в атаку. План был так же прост, как рога единорога – броситься с ударами, перевести в партер и добивать. И ему это отлично удалось. Но дракону и тигру не ужиться в одной пещере, а мастер кунг-фу не будет терпеть на татаме никого другого. Но как он не старался и не пытался что-либо сделать, ничего не получалось. То ли потоки квантовой энергии сегодня шли по другим меридианам, то ли он съел прокисший рис перед боем, то ли вчерашнее саке было лишним, но Бой никак не хотел быть таким, как он видел его в фильмах. Оказалось, что в жизни все немного по-другому, а иллюзорность мира и иероглифы силы работают только тогда, когда ты с десяток лет упорно тренируешься и дерешься по-настоящему, а не с купленными учениками. Ведь даже на вора нужно 10 лет учиться. А наш бой закончился так же неожиданно, как заканчивает свою песню кузнечик, сидящий в высокой траве. Мастер кунг-фу абсолютно без сил стоял с опущенными руками и просто принял на голову три удара, которые каратист также наносил с последних сил, а потом рухнул, как поверженный пастухом циклоп. А этот эпический бой произошел в долине цветущих пальм между двумя лучшими мастерами своего двора. Мастером карате в белой форме и мастером венчун в серой. Такое событие собрало огромную толпу зрителей из дяди Пети и дяди Бори, которые решили, что пить любимую бурячиху в одиночестве не бонжур, а вот глядя на такой гладиаторский бой, самое оно. Вселенная до сих пор не может понять, в каких континиумах была допущена ошибка, по которой сошлись эти два мастера. Ведь для несчастной земли это могло быть чрезвычайно опасно. Но деревья сажают предки, а их тенью пользуются потомки. Наверное, так решили наши мастера и сошлись в этом невероятно фантастическом поединке, чтобы, рискуя собственной жизнью, обменяться опытом своих смертельных стилей, а из этой синергии воздвигнуть новый, непобедимый и невероятно сильный стиль единоборств, используя который их потомки смогут покорить вершины ММА-бокса и Муай-Тай, забрав все пояса в свой храм на плачущей горе семи лотосов. Что скажете про такие поединки? Пишите в комменты. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также узнают, как бороться против мастеров кунг-фу. Также смотрите помбовые видео в описании. А если вы хотите научиться драться даже в домашних условиях, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.